В обновлённом Ford Mondeo конструкторы сделали основной акцент на вкусной начинке, хотя не обошлось и без небольших косметических процедур. Даже если рядом не ставить дорестайлинговую версию, всё равно видно и даже оно чувствуется, что это более новая, более свежая машина. С переднего края капота исчезла хромированная полоска, слегка изменилась форма решётки радиатора. Над противотуманками установили светодиодные огни, которые смотрятся просто шикарно. Корма теперь тоже выглядит несколько иначе. Появились новые фонари с вездесущими светодиодами, угол крышки багажника сделали в виде едва заметного спойлера, а два разнесённых патрубковых лопной системы ещё больше добавили спортивности седану Ford Mondeo. В интерьере нового Mondeo глобально ничего не поменялось, но меня лично не покидает ощущение добротности. Но особенно мне понравились сидения с хорошей боковой поддержкой. Кому-то они могут показаться жестковатыми, но я считаю, что это то, что надо. При активном вождении они отлично держат водителя. Просканировав взглядом весь интерьер, тест пилота Автопанорамы отметили, что обновлению подверглись блок управления климат-контролем и внутри салонное освещение. Теперь оно тоже стало модно светодиодным. С другой стороны, хорошее менять, только портить. Диапазонов регулировок руля и сидений вполне достаточно, чтобы удобно расположиться как водителю с комплектацией подростка, так и солидному дяденьке с пивным животиком. Панель приборов и центральная консоль не перегружены излишними приборами и кнопками, поэтому вся необходимая информация считывается в мгновение ока. Да и качество отделочных материалов на высоте. Пластик везде мягкий, и все панели хорошо подогнаны друг к другу. По запасу пространства в салоне Мандел вообще может дать фору многим именитым конкурентам. Багажник здесь немаленький, целых 540 литров. Трансформация задних сидений, хотя и не делает, седан универсалом, однако в хозяйстве лишнее уж точно не будет. Однако отнюдь не эстетические изменения привлекли наше основное внимание. Главные козыри нынешнего рестайлинга роются именно под капотом Мандел. Главный козырь нового Мандел – это высокотехнологичный двигатель Экобуст, который позволяет с двух литров снимать около 200 лошадиных сил. Но это сухие цифры. На деле вы нажимаете педаль, и пропорционально росту скорости у вас увеличивается улыбка. Потрясающее ускорение – это с четырьмя пассажирами на борту. Главные компоненты моторов Экобуст – это непосредственный впрыск топлива и турбонаддув. Иначе говоря, эффективное распределение топлива по камере сгорания и подача воздуха под оптимальным давлением делают этот двигатель не только гораздо мощнее, но и на 20% экономичнее. К тому же крутящий момент в 300 ньютонометров доступен в диапазоне от 1750 до 4500 оборотов в минуту. Прямо как на дизель. Но не меньшую роль в передаче всей мощности от двигателя к колесам играет современный шестидиапазонный робот с двойным сцеплением. Еще одной особенностью рестайлинговой модели является новая роботизированная коробка PowerShift. Под капотом стоит механика, а в салоне все как у автомата – две педали и селектор. Передачи переключаются очень быстро и плавно. При этом эта коробка позволяет в полной мере использовать потенциал двигателя. Другими словами, инженеры взяли все самое лучшее от механики и автомата – совместили это воедино. Кроме того, в новой коробке предусмотрен и ручной режим переключения передач. Однако, если не ставить себе целью сделать из обычных покрышек слики, то даже для динамичной езды вполне хватает обычного автоматического режима. При этом разгоняется Манде, отметим, хотя и очень стремительно, но довольно плавно. Нас не вдавливало в кресло и мы не испытывали никаких космических перегрузов. К тому же скорость в этом седане совершенно не чувствуется. Лишь стрелка спидометра иногда нам давала понять, что пора уже снимать ногу с педали газа. К примеру, на трассе при скорости 120 км в час внутри было такое ощущение, что мы едем ну не больше 60 км в час. Возможно, отчасти такой эффект обеспечивается отличной шумоизоляцией салона, где даже на больших скоростях посторонние звуки практически не проникают в салон. Разумеется, обновленный Манде сохранил тот же драйверский характер. Отлично настроенное шасси позволяет сохранять контроль над автомобилем даже при выполнении маневров на приличной скорости. Полтора-тонный седан четко прописывает повороты, допуская лишь минимальный крен. При этом во время теста сложилось такое ощущение, что Манде стал еще более собранным и под жаром. Итак, итоги нашего большого теста. Уже имеющейся отличной эргономики, просторному салону и великолепному шасси, в предыдущие версии добавились мощный и одновременно более экономичный двигатель «Экобуст», адекватная роботизированная коробка передач «Пауэршифт» и современные штрихи, придающие кинетическому дизайну «Мандео» налет спортивности. Именно таким, на взгляд, автопанорамы и должен быть настоящий флагман модельного ряда «Форд». Редактор субтитров А.Семкин